Рефери в ринге Руслан Салтыков Встречайте участников В синий угол ринга Боксер из Армении Аганес Бачков В следующем поединке первый полусредний вес 63 килограмма За сборную мира входит Аганес Бачков Он представляет сборную Армении из города Гюмри Кстати, вчера, если я не ошибаюсь, было 30-летие трагедии в этом городе Это страшное землетрясение Сотрясло этот город из пятак Аганес Бачков Чемпион Европы по юниорам Чемпион Армении Постоянный 13-14-15 года Розовый призер Чемпионата мира 17-го года И чемпион Европы В Харькове, который состоялся в прошлом году Боец сборной России Из Санкт-Петербурга Алексей Молозу Эта категория также поменялась 64 был вес, сейчас 63 Соберник Аганеса Бачкова Боксер из Санкт-Петербурга Алексей Мазур В этом году Выиграл чемпионат России А до этого был бронзовым призером Российских первых Чемпионат дважды был Ну и надо, конечно, упомянуть, что соперник нашего спортсмена Аганес Бачков Он был участником Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Представлены участников боя весовой категории до 63 килограммов Синий угол ринга Боксеру 26 лет Рост 173 сантиметра Вес 62 килограмма 700 граммов Чемпион Европы Призер чемпионата мира Из Армении Аганес Бачков Красный ринга Боксеру 27 лет Рост 172 сантиметра Вес 62 килограмма 700 граммов Чемпион России этого года Из Санкт-Петербурга Алексей Мазур Рептили в ринге Руслан Салтыков У меня удивительный Шейкенс Шейкенс Хэдаг НО лоу лоу НО холдинг Лисунь на мою команды Окей? Гудо лук Первый раунд Сэбек Сэбек Алексей Мазур выступал в сезоне 17-го года во всемирной серии. У него одна победа, одно поражение. Снова у нас предустояние левши и правши, только на этот раз в роли левши выступает Алексей. Боец из российской команды, до этого только соперник, чёрт левши. По корпусу достает Алексей. Вот это такой же выперк до этого армянского боксёра. И вот Пачков тоже с дистанции в туловище пытается донести перчатку. Хороший боковой. Такой размен ударами по корпусу и вкладывается в попадание и тот, и другой. Такой достаточно закрытый и низкой стойки Бачков находится. Поджимает соперника, потом распрямляется на ногах, пробивает ударами по корпусу. Причём удары выбрасывает армянский боксёр. Продолжает давление Бачков. Опять-таки жёстко справа. Боится из Армении. И джип у него тоже силовой. В общем, пока в действиях Бачкова ничего от любительского бокса, традиционного, но не наблюдает. Хлотно стоит на ногах. Вкладывается в удары. Ухл предпочитает работу на средней и ближней дистанции. Паперкот и по корпусу. Снова гадать. И снова корпус бьёт два очков. Ушёл сейчас от этого удара соперника наш боксёр. Но всё очень напряжённо, всё очень близко. Снова хорошая серия в исполнении Бачкова. Да, несколько плотных ударов туда в область печени. Но всё-таки донёс армянский боксёр. Ещё раз тоже по корпусу справа пробил боксёр из Армении. И продолжает теснить нашего спортсмена. Гонг. Сказали Алексею Мазурову о том, что нужно работать всегда на ногах, нужно смещаться. Потому что остаётся он перед соперником и поэтому пропускает вот те самые удары, которые мы с вами сейчас и наблюдаем на повторах. Капов. Второй раунд. Капов. Бокс. Второй раунд. И Бачков продолжает своё давление. Опять-таки набрасывает достаточно веситые удара. Двое, по-моему, попало. Успел перекрыться Бачков от этого бокового. Силья какая у вас, Бачкова. И каждый из этих ударов был силовый. Очень опасными такие силовые удары выглядят при исполнении армянского боксёра. Насколько они действительно потрясающе. Потрясают, насколько они действительно страшны. Трудно сказать, но внешне очень опасно всё это случится. Ну, плюс это ещё смотрится, да? То есть ты в любом случае выглядишь выгодным в глазах судей. Вот опять. Кринная серия. Котов. Под разными углами. Ну, вот сейчас неплохо. Да, вот сейчас, кстати, дважды пробил её. Голову также попало. Мазу. Боковым справа. Тут начинает перехватывать, кстати, Алексей. Аблиз. Аблиз. Здорово заставил немного отшатнуться назад Бочкова Алексея сейчас своим попаданием. Да, вот сначала влево, потом вправо шагнул Аганес. Опять-таки держится на ближней дистанции и на средней. Он отправил упорство, определённое мущество российский боксёр. И сейчас у него стало получаться хотя бы в ответных действиях что-то. Да, но всё равно достаточно долго терпит Алексей вот эти попадания. Очень плотный бой. Весь бой идёт практически в разменах. Какая серия. Тут ещё раз попадает слева Аганес. Да, сейчас небольшая была пауза. Опять-таки Аганес, он здорово очень чередует удары и в корпус, и в голову. Тут опять-таки мощность. Это профессиональный босс мы наблюдаем. Размен. Сейчас 10 секунд. Пошёл вперёд снова Бачков. Пытается немного выиграть времени сейчас Алексей Мазур. Разменялись у канатов и уходят на берег. Итак, вызывают на третий раунд боксёров. Стэп бэк. Стэп бэк. Стэп бэк. Трэнс. Бокс. И Бачков снова бросается на нашего боксёра. Ну, кстати, надо отметить, что вот со времён Олимпиады в Рио и со времён отборочных турниров очень сильно вырос в мастерстве об этом Бачков. Ну, ещё бы. Прошёл крупные турниры. Напомню, после Олимпиады уже в Вамбурге он стал призёром чемпионата группы. Да, ну, то есть, просто я ещё отмечу, что у него стиль поменялся. Он стал более жёстким, более силовым и очень плотно засыпает удары. Ну, он очень отлетит, сам по себе. Да. Сколько ударов уже туда в область печени или близко к ней пропустил российский боксёр. Это может сказаться в какой-то момент очень сильно. Он сейчас снова пытается между перчаток пробить Бачков. Нет, ну, непонятно, почему Мазур вот так пошёл на поводу при Бачкова того, что он делал. Мазур же обычно... Мазур надо больше двигаться, конечно. Двигаться, выбрасывать с дистанции работать. А он прям вот этот... Ну, драк вот такой откровенный. Вот такой, да, постоянный размин. Причём, в сумасшедшем темпе. Пошёл на полнадуру, соответственно. Да, сейчас пытается на отходе отработать Алексей, но далеко не отпускает его от себя Ганес. Тоже пытается силовыми ударами Мазур действовать. Здорово ушёл сейчас Бачков. Опять-таки поднимал ударами ритм своих атак. Остановился, поднял перчатки снова. Вот и ждёт. Я имею в виду Мазура. Ну, перебить вот в таком боксе соперника... Ну, очень сложно. Учитывая и перчатки, лучше всё это перебить. Ну, Мазур продолжает работать именно в этом стиле. Он сейчас хорошую серию Мазур провёл, но Бачков будто бы и не почувствовал. Да, тяжёлый раунд, причём тяжёлый для обоих. Но хотел бы послушать, что сейчас говорят в красном углу, в углу нашей команды. Не торопись изначально, отрабатывай навстречу. Четвёртый раунд. Стэп бэк, стэп бэк. Четвёртый раунд. В сумасшедшем темпе проходит поединок. Количество ударов, выбрасываемых в каждом раунде. Просто сумасшедшие. Максимально. Максимально возможно, ещё при той силе ударов, с которой они выбрасываются. А ещё два раунда? Да. Не жди, бей, бей, кричат из угла. Но он особо и не ждёт. Так иногда какие-то паусы берёт. Сейчас оттянулся назад. Хорошо поработал корпусом Алексей Мазар. Здесь серия по перчаткам. Не одного удара точно. Кстати, и такое ощущение, что немного замедлился. Волятый с бочков. Да, ну и сейчас тоже стоит обратить внимание, что не столь плотным уже идёт поединок. Но из угла армянского боксёра по-прежнему кричатываем, чтобы он больше и больше бил. Но силы какие-то беспредельные. Но он должен когда-то закончиться уже. Вот здесь сейчас как раз есть возможность у Алексея Мазара, если он тоже сохранил свою очередь силу, хотя под таким прессингом и под таким количеством пропущенных ударов было это сделать достаточно сложно, попробовать перехватить инициативу, когда бочков замедляется. Да, такой бой никого не может оставить равнодушным. Сейчас полегче. Сейчас начинает набрасывание к бочков удары, потому что в предыдущих раундах те же самые попадания, он в них плотнулся максимально. Сейчас промахивается, и Мазару есть возможность передоходить. Отвечает Алексей правым боковым. И по корпусу пробивает бочков левым хуком. Услышал отчет. Но здесь, пожалуй, один из самых спокойных раундов в этом пути. Ну, спокойных в кавычках. Ну, относительно, да, по сравнению с предыдущими. И вообще, знаешь, что мне подумалось? Вот мы всегда, ну, часто в предыдущие годы как-то ругали немножко. Ну, я даже слишком, может быть, любительский, олимпийский, так называемый бок. А то, что он такой бывает часто невыразительный, тягучий, по сравнению с настоящими профессиональными боями, нет в нем такого азарта, да, мощи. Но вот то, что мы видим сегодня, пока опровергает все ощущения, что это не любительский бокс. Я абсолютно согласен. И очень важно, что вот сейчас в этот переломный, вернее, в трудный, я бы сказал, просто момент для бокса, я имею в виду олимпийские перспективы, что именно вот такой уровень показывают боксеры. Как сказал уже президент, выразился официально, Томас Бах, президент МОК, что боксеры, конечно, будут присутствовать. Бокс будет в Докерии, в Олимпиаде обязательно. Под каким... Под какой организацией. Под какой организацией. То это не важно. Потому что жалко, конечно, когда боксеры достигают вот такого уровня. Нет, да, и я соглашусь. Не быть представлены на главном турнире четырех лет. Здесь еще повинялись сами боксеры, да, потому что все-таки правила все-таки скорректировали. Сняли эти дурацкие шлемы и перестроили немного бокс по сторону все-таки большей зрелищности. И это, само собой, влияет в плюс. Потому что действительно сейчас вот уже который поединок, мы с вами наблюдаем, четвертый бой. Баник. Настоящий профессионал. Ничем они не отличаются. Потому что, например, есть вот эти вот непонятные прыжки по риму, да, и работа на набор очков. В чемпионате в основном. Да, работа на набор очков. Это настоящий силовой бокс, который направлен на то, чтобы соперника выключить так или иначе. Но, опять-таки, это вот последствия того, что внедрилась и устоялась вот эта всемирная серия боксов. И то, что там разыгрываются олимпийские лицензии, это очень важно. Вообще, если бы было вообще изменить правила немножко олимпийского бокса сделать пять раундов, это было бы еще интереснее. Но, к сожалению, невозможно сделать турнир не резинов. Да, и так бокс начинается с самого первого дня и заканчивается самой последней. Пол раунда осталось доработать парням в этом поединке. Ой-ой-ой-ой-ой, остановился Мазур. Но, буши. Загнутый до конца. Работает, работает, крича из арбянского угла. И он это показал. Минута оттягивается назад сейчас. Алексей Мазур хватает. Стоп! Блю, рест, не рестлинг, боксинг. Бокс! Концовку пытается забрать сейчас Алексей Мазур. Да, перехватывает эту атаку. А вагадес Бочков. Какой бой, а! Блю, рест, не рестлинг. Да, но здесь уже чувствуется, что устали. Времени остается совсем немного. Я думаю, что еще максимально... Бочков снова рвется вперед. 10 секунд. Размен просто сумасшедший в самой концовке. Оттягивается назад сейчас Алексей Мазур. Ну, просто ушел от атак соперника. Для награждения победителя в ринг приглашается герой России, депутат Государственной Думы Алексей Перминов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Алексей Мазур. АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей Мазур приносит нашей команде третье очко в этом матче. 3-1 становится счет. Блю Коннер, Блю Коннер, Камон. Просим боксеров вернуться в ринг у нас в церемонии награждения. Убежали боксеры, услышим вердикт, убежали за ринг, но и даже не успели наградить. Но вот сейчас возвращают обоих спортсменов и церемония награждения продолжается. Блю Коннер Блю Коннер Блю Коннер